Юджин Линс А много ли вы знаете селекционеров немцев? Юджин Герман Линс «Германских кровей». Сам он родился в Америке, в Шакопе, 13 мая 1894 года. И когда ему исполнилось три года, его родители переехали в Кёльн. Кёльн – это небольшой городок, скорее поселок, в штате Миннесота, США. Там и сейчас живет полторы тысячи жителей. Его отца звали Флорентин Линс. Он родился в Германии и в конце 19 века переехал в США. Сама фамилия Линс в переводе со старой верхней немецкого означает «чечевица». Это может означать, что предки занимались земледелием. Его мать звали Августа Мохрбахер Линс. Она была на 10 лет младше его отца. Ещё у Юджина Линса были две старшие сестры – Женевьева Линс Кёхер и Флоренс Катрин Линс Кёхер. Сам городок Кёльн был совсем молодой и основали его немцы, приехавшие из Германии. Даты основания считаются 1881 год. И все жители, понятное дело, тоже были немцы. Родители Линса организовали семейное предприятие – Линс энд Кёхер Мид Маркет. Что-то вроде мясного магазина. Когда Юджину Линсу было 17 лет, его отец серьёзно заболел и ему пришлось взять на себя управление предприятием. И это продолжалось до 1967 года. Кроме того, Линс закончил Миннеапольскую школу бизнеса. Всё это ему пригодилось потом. В 1920 году Юджин Линс женился на мэри Аманде Гетлер. Она тоже была из немецкой семьи. И семья была многодетной. У мэри было 11 братьев и сестёр. Они жили в Кёльне, а её отец и его братья были владельцами мельницы. В том же 1920 году Юджин Линс в качестве хобби начал выращивать гладиолусы и пионы. Сама местность и природа на севере США, среди множества озёр, призывала создавать чего-то новое, красивое. В 1921 году умер отец Юджина Линса, Флорентин Линс. Постепенно стала расти семья Юджина и превращалась тоже в многодетную. Для его жены Мэри это было привычное дело. Всего в семье Линса родилось 14 детей. Девять мальчиков и пять девочек. Грегори, Роджер, Долорис, Аделия, Юджин Джордж, Марцелла, Гордон, Стэнли, Рэймонд, Лео, Роланд, Розмари, Рамона и Херб. Один в младенчестве скончался. Обычным делом в семье Линса была дисциплина и дети тоже помогали родителям. Они работали и получали за это вознаграждение. Подобная практика приносит больше плюсов в плане воспитания молодого поколения. Юджин Джордж Линс был пятым из 14 детей. Он родился 21 августа 1928 года. Он также работал и в мясном маркете, и на ферме отца Гладиолусы и Пионы Линса. С 1950 года поступил на службу на 4 года в ВВС США. А после службы поступил и закончил инженерную школу Милуоки по специальности электротехника. Затем его пригласили в Боинг, и там он работал до пенсии. Юджин Герман Линс стал хорошо известен и популярен как создатель новых красивых сортов гладиолусов и пионов. Сначала были гладиолусы. С ними проще. И там достижения Линса значительные. С пионами труднее и медленнее. На создание какого-то сорта может уйти лет 10 и больше. Всего известно 39 его сортов пионов. Многие его сорта действительно признанные шедевры. У меня нет фоток, но есть описания, и я их буду показывать. Он начинал свой бизнес с маленькой цветочной подставки у старого шоссе 212. А зимой хранил луковицы повсюду в доме, даже под своей кроватью. Потом он построил свой цветочный магазин в 40-х годах для розничной торговли и хранения луковиц. Цокольный этаж магазина был спроектирован для хранения тысяч луковиц гладиолусов в решетчатых лотках, на стеллажах от пола до потолка. После Второй мировой войны он купил 160 акров сельскохозяйственных угодий на западной стороне Кёльна. И это стало фермой гладиолусы и пионы Линса. Сторожилы Кёльна еще помнят большую вывеску на цветочном магазине, рады 60 центам за дюжину. Они еще помнят, как на окружающих сельскохозяйственных угодиях видели поля цветущих пионов и гладиолусов. Кроме цветочного магазина, Линс продавал свои сорта по почте. Это было широко распространено тогда. Он делал разные фотографии своих радостных сортов, создавал каталоги и рассылал их тысячами в разные места. Его новые сорта айпионов стали появляться в начале 40-х годов. Это Касабланка, Долора Дэл, Кинг Мидас, Манделин, Тонделео, Валенсия. Надо отметить, что первый его сорт в Айкике был известен еще в 1936 году, хотя в регистрации записан 1967 год. Юджин Линс любил называть свои сорта в честь своих дочерей. Рамона Линс был регистрирован в 1942 году. У меня этот сорт еще не цвел, но в описании регистрации он описан как в оттенках Соланжа. Легко представить. Рамона Мари Линс была младшей дочерью Линса. Она родилась 3 июня 1940 года. Юджину Линсу было уже 46 лет, а Мэри Аманде 42 года. После Рамоны у них еще родился сын Херб Линс, самый младший из всех. Рамона Мари Линс прожила 70 лет. Свою судьбу она связала с церковью, преподавала. У нее была семья, дети, внуки. Цветоустом, как, впрочем, и все остальные дети, она не занималась. Сорт Долора Делл из партии сортов 1942 года и названный в честь старшей дочери Долоры, был награжден золотой медалью АПС в 1984 году, через 17 лет после его смерти. Снова 17. Юджин Линс был членом АПС, и там его почитали. Он создавал сорта до 60-х годов, и многие сорта регистрированы 1967 годом его смерти. Как отмечают, он вел строгий отбор на самые лучшие. Его белые и белорозовые махровые сорта особенно ценятся любителями пионов. После его смерти в 1967 году его семья продала 7 акров его поместья Кёльнскому клубу для организации и строительства парка. Спустя годы клуб превратил эту землю в красивый парк, который можно увидеть и сегодня. Там же можно найти гранитный памятник с надписью в память о Юджине и Аманде Линс в гибридизаторах гладиолусов и пионов. Так получилось, что часть сортов Линса оказалась потерянной и пришлось искать их повсюду. Сад пионов Линса, основанный в 2009 году, собрал 27 сортов пионов из 39. Сын Линса, Юджин Джордж Линс, живя в Сиэтле, построил сад и многие годы разыскивал и собирал сорта, собранные его отцом. И тоже не все смог найти. Через 48 лет после смерти Юджина Германа Линса, почетного и пожизненного жителя Кёльна, вспоминали и чествовали 22 января 2015 года, когда он был введен в Международный зал славы гладиолусов за выдающееся достижение гибридизации гладиолусов. Самый младший из его 14 детей, Херб Линс, получил награду на 70-м съезде Совета по гладиолусам Северной Америки, проходившем в Форт-Майерсе, штат Флорида. Его родители не были цветоводами. Он начинал с нуля и добился выдающихся результатов. А первый цветочный магазин Линса после некоторой реконструкции стал гриль-баром Даборс и радует любителей закусить. Вот такая история Юджина Линса. А на этом все. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова